Но мы просто хотим достучаться до тех людей, чтобы они нам пришли и помогли. Проблема с газификацией в селе Ореховка появилась давно. Сами жители считают, что их село осталось просто в стороне. В современных условиях продолжают отапливаться дровами. В этом году хотели газ проводить, заплатили, договор составили, все деньги отдали, которые собрали, в этом году и на зиму ничего не смогли купить, и нет денег. Газификацией села занималась частная компания. 1 сентября этого года должны были начаться работы. К отопительному сезону голубое топливо так и не появилось в их домах. А сегодня купить дрова и уголь не на что. Здесь у нас вообще стояла печка. Общий дом ею обогревается. В этом году ее разобрали. Я не знаю, что мы будем делать. Потратили деньги на отопление, отдали на газ. Все. В селе Ореховка вот эта труба – это единственное, что напоминает жителям о газе. Ее подвели 6 лет назад и с тех пор никаких работ не проводили. Жители все-таки надеются, что в скором времени на этой территории все-таки появится полноценная газовая система. Жители по договору закупили газопроводные трубы для уличной проводки. Добились подведения межпоселковой магистрали. Поставили счетчики, заплатили взносы более 80 тысяч рублей. За долгие годы подготовили все документы. И этого оказалось мало. На сегодняшний день проблема пришла к тому, что нужно уже копать по улицам. Это нам пока что не удается. Мы бы хотели найти какой-то общий знаменатель для того, чтобы это все перевести в нормальное, в правовое поле, бесконфликтно газифицировать наше село. В сельском совете комментируют спокойно. Газификация села Ореховка есть в проекте. Газификация будет проведена в 2018 году. И не только вопрос о подводящем газопроводе, но и разводящий по населенному пункту. Нам предоставляли проекты генпланов, где уже нанесен этот газопровод. Поэтому работа ведется и мы уверены, что она будет реализована. У Кировского района есть программы по газификации всех сел. Планируют запустить голубое топливо на следующий год. Лиля Виджат, Ирвин Эмиралиев, телеканал Миллет.